Привет, дорогие друзья, снова с вами Зомбирус. Хочу поблагодарить вас за поддержку вчерашнего стрима. 2000 зрителей почти на протяжении всех трёх часов стрима. 2000 лайков, донаты. Ребят, от души. Мне очень нравится, как в последнее время вы поддерживаете мои стримы. Ребята, вы лучшие. А ещё, пацаны, я ж вчера Чопперганер на стриме вызвал. Давайте посмотрим, как это было. Блин, единственное, что мне не фартануло, Чопперганер выпал на чём? Конечно же, на Москве, где Чопперганер бесполезный. У меня сразу флэшбэки, как я Чопперганера выбиваю на каком-нибудь Radiation из Black Ops 1 или на стадионе. Такой киллстрик просрал. Вот хочется на сателлайте выбить, потому что там Чопперганер прям должен зайти огненно. Меткие попадания. Я дропшотить хотел, мужик. А дропшот не работает. Там советуют мне, чтобы попадать. Я говорю, уходи по радару. Я говорю, туда. Видел на радаре челла. Ау, бой. Видел на радаре челла. Твою мать. База в центр. Вар-машину не успел достать. Чё за враг? Ребят. А я тебя слышал. Я слышу противников. А что не так? Ой, я дурак. Чопперганер, гайз. Осталось. 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 А, тут система. Лагает, пи***. Где оптимизация-то ярче? Чё пасу мать? Е-бой! Для двух лет постоянной игры. Дождись, открытые беты. И там лишились. Блин, Москва, конечно, отстойная карта. Для чопперганера. Как радиейшн прям. Даже ху-да. Какой красивый салбор. Ребята, если у вас есть какие-то вопросы, связанные с Альфой, напишите их, пожалуйста, в комментариях под видео. Потому что я хочу в понедельник или во вторник сделать ролик ответа на ваши вопросы о Альфе в Call of Duty Cold War. А завтра будет уже полноценный обзор, где мы разберём вообще всю Альфу. Так что вот так. А сегодня такие первые впечатления. Ну и заходите на стрим. Первые впечатления от Call of Duty Black Ops Cold War. Это классический Call of Duty. И это очень хорошо. Трэй Арч смогли решить многие проблемы, которые создали Infinity Ward. Но давайте начнём с главного. Звуки шагов. Вот все говорят про звуки стрельбы. Зомби невозможно. Игрушечные звуки. Ребята, вы можете просто вести человека через стену. Только из-за того, что его нормально теперь слышно. Ты теперь чётко и ясно понимаешь, где находится противник. Где его ждать. Ты уже готов на изготовке его ловишь идеально. Потому что то, что со звуком шагов в МВ-19 год я не могу описать словами. Там звук везде. Но зато такой-нибудь коллаж звучит просто бомбезно. Но на мой взгляд, конечно, надо сделать и звук стрельбы крутой, и шагов. Но если выбирать из двух зол меньше, я, конечно, выберу звук шагов, нежели стволов. Второе, что можно выделить в Call of Duty Кувборд. Кемперство теперь официально мертво. Никто не кемперит в этой игре. А всё почему? Потому что Трэйярч забалансили перки таким образом. Забалансили звук шагов. Забалансили всякие перки в стиле Мёртвый Тишин или Ниндзя. Ну, у Трэйярч он называется Ниндзя. И плюс добавили старую мини-мап, которая отмечает стрельбу без глушителя. Всё, это complete game changer. Теперь мне приходится учиться вспоминать, как я играл по радару в старой Call of Duty. Не Modern Warfare 19-го года. Перк Призрак теперь вас скрывает с радаров только в том случае, если вы двигаетесь или делаете какие-то objective-momentы. То есть разминируете бомбу в режиме Search and Destroy. А если ты сидишь на одном месте в углу, то Призрак тебя не будет спасать от вражеских радаров. Трэйярч, впервые вы сделали систему перков, которая позволяет неким перить. Такого, по-моему, никогда не было. Ну, а перк Ниндзя практически убирает звук шагов, если вы ходите. Но если вы спринтите, то вас всё равно будет слышно. И всё зависит от того, как вы спринтите. Многие задавались вопросом, а вернут ли перезарядку в прицеле. Да, перезарядка в прицеле осталась. Из тех фишек, которые были в МВ, типа упор и двойной спринт, исчезли. Но перезарядку в прицеле оставили. Это неплохо. Единственный серьёзный минус, который на данный момент можно выделить в альфа-версии Call of Duty Black Ops Cold War, это FPS. Как все знают, в колде всегда было 60 стабильных FPS везде. Ну, кроме Blackout и Warzone. Ну, а теперь это правило не работает. В альфа-версии на пастген-консолях игра лагает. Это заметно. В режиме 12 на 12, особенно на карте Crossroads, где танки представлены, играть, ну, как-то не очень весело. И на самом деле, вот Sony подставили немножко, испортили первое впечатление от Cold War. То есть в этой игре много хороших вещей, которые они придумали. Но FPS прям раздражает местами. И опять завезли баг, что если ты в меню отключаешь размытие экрана, то тебе всё равно в каждом матче надо отключать размытие экрана. Размытие экрана, если отключить, то с FPS проблемы практически нет. Но в целом, Sony, спасибо, что заставили Трайярч выпустить альфу на пастген-консоли. Гениально. Новая колда классная. У нас нету кемперов, у нас старая мини-мапа, у нас нет упора. А, и да, забыл сказать. Видимость противников. Даже на карте Майами, где ночь, я могу видеть противника. Нет вот этих сливающихся со всеми тюрами Роуз там или Чёрных Мар. Всё, вот это исчезло. Всех противников нормально видно. Они не сливаются с бэкграундом. Но это не относится к карте Кроуза Роуза, потому что там просто месиво какое-то. Текстурное. Но это пастген-версия, ребята. Это понять можно. Но если брать основные карты, которые представлены в режиме 6 на 6, противника там видно, слышно. Всё. Всё, что нам нужно для счастливой игры в Call of Duty. Теперь про оружие. На самом деле не хочется ничего делать про оружие, потому что, ну, как бы, а смысл? Это альфа. Те вещи, которые поломаны в альфе, будут исправлять. Это очень быстрое прицеливание на снайперках. И имбующую ксюху. Могу выделить пока что СКС. Если вы играете на консоли сейчас в альфу Култвора, побегайте со СКСом. Он просто бомбезный. При 150 хп он трешотит. В общем, очень кайфовая винтовка. Всем рекомендую попробовать. СКС прям моя любовь. Со спарочкой магазинов. О-о-о-о. Кайф. Думаю, на этом всё, дорогие друзья. Большое спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Увидимся на поле боя. Всем удачи. Всем пока. Отдельная благодарность для Call of Games, One Just Do It, Critical Hit, Red Ready One, Галамату, Звероволку, Филу Спенсеру и Лопус Ди. Субтитры сделал DimaTorzok